Вы считаете, что санкции это хорошо? Да, я считаю, что санкции это хорошо, потому что это стимулирует к активизации в производстве своего. Потому что если бы не было вот этих санкций, то невозможно было бы с учетом конкуренции с мировыми производителями, невозможно было бы заставить людей покупать свое и производить свое. Вот если бы этих санкций не было, их бы надо было выдумать. То есть резкий скачок внутреннего производства, самосознание необходимости собственной экономики, осознание того, что необходимо самим себя кормить, самим производить микропроцессорные платы, самим производить жизнеобеспечивающие материалы и сервисы, оно пришло после окончания жирных периодов нулевых до 2010 года. И оно пришло после того, как увидели реальную угрозу, что будет, если отключить внешнее потребление. Это необходимо было для того, чтобы страна осознала себя как целое и зашевелилась в экономике. Вы даже высказали такую мысль, что, мол, если бы американцы просто подождали бы лет 10 без всяких санкций, то все бы развалилось само. Абсолютно. Это глобальная ошибка. Если считать, что американцы хотят нас развалить, то это самый глобальный просчет в их плане. Государство для вас это что? Друг, враг, партнер? Форма. Ничего. Форма, набор ограничений и некоторые правила игры. А социальные сети для вас это что? Социальные сети для меня это новая институциональная инфраструктура передачи и обмена информацией. Для меня это прямой интерактив. Так, ну, значит, давайте говорить теперь о главном. Где-то вы сказали, что о себе, о своей компании, о своей деятельности. Мы делаем мозги. Ну, искусственный интеллект. Сначала хочу спросить, все-таки, возвращаясь к вашей компании, почему по-английски cognitive technologies, а не по-русски когнитивные технологии? Ну, есть и русское название, но компания, ведь я старенькая уже, Владимир Владимирович. 55. 55, да, вы же меня раскололи, я могла бы, прикидывая, что мне тридцатник, но вот теперь вот ничего не получится. Ну, если вы старенькая, то я древний, так что ничего. Ну, в общем, компания-то образовалась в 92-м году. Так. И в 92-м году нам, молодым и бестолковым, казалось, что, ну, во-первых, мы собирались сразу захватить весь мир, и поэтому уж точно русского названия мы себе не планировали. То есть мы назвались cognitive technologies по основному роду занятий и планировали захват планеты. Сразу не получилось, но сейчас вот вполне. Так, хорошо. Теперь еще одна вещь, которая действительно меня заинтересовала.